Итак, одна из главных тем сегодня – закрытие ледовой переправы через Печору в районе села Усть-Уса. Это значит, что Ненинский округ теперь вновь отрезан от большой земли. Как минимум до лета, когда по реке начнут ходить баржи. Опытные водители тем временем говорят, автозимник, что в республике Коми, закрыли слишком рано. Впрочем, дорожники здесь ни при чем. Всему виной – теплая весна. В апреле на солнце уже плюс 15. Убытки в первую очередь сейчас понесут предприниматели и транспортные компании. Многие не успели привезти в Нарьенмар нужный товар. Однако не исключено, что найдутся и те, кто будут рисковать – с боем пробиваться по тонкому льду. Чем это может закончиться – расскажем прямо сейчас. Первые кадры сняты очевидцем. На видео – груженная до отказа фура, колеса которой провалились под лед. Все произошло накануне на переправе через Печору вблизи поселка Озерный. Перед въездом на замерзшую реку установлен знак «Не более пяти тонн». Вес маза – порядка десяти. Хозяин большегруза еще легко отделался. Удалось сохранить не только свою жизнь, но и товар. Впрочем, зачастую подобные авантюры заканчиваются плачевно. Январь 2018-го. Из-за аномально теплой погоды переправа в районе села Усть-Уса до сих пор закрыта. Водители в недоумении. Обычно в этих местах стоят по-настоящему крещенские морозы. Самые нетерпеливые тем временем штурмуют неофициальный автозимник. Первых инцидентов ждать долго не пришлось. Неожиданно, неожиданно, неожиданно. Думал, как бы с морозами все хорошо здесь и давно уже лед будет. Но слышал от водителей по дороге, что, грубо говоря, три машинки утонуло. Этот внедорожник ушел под воду в 150 метрах от берега. Машину купили в Усинске. Ее должны были перегнать в Чебоксары. В итоге успели перегнать всего несколько десятков километров. Шутка ли? Стоимость автомобиля порядка трех миллионов рублей. И на марку потом достанут, впрочем, не подлежащую восстановлению. Не было бы такой печальной обстановки, если бы здесь был понтонный мост, который можно было во время ледостава поставить. Лед схватывался бы и люди бы проезжали бы спокойно. Его нет вообще? Его здесь нет. А предложения были там приобрести администрацию? Ну, нам обещают дорогу построить уже который год. Вот мост на Услыжи строят уже около 20 лет. Примерная ситуация на временной переправе в районе села Усть-Усан наблюдается и сейчас. Сегодня ее официально закрыли, сообщили в подрядной кампании. Толщина льда с каждым днем там становится все меньше. Впрочем, несмотря на смертельную опасность, водители груженных фур продолжают штурмовать переправу. Единственную связующую нить между округом и Большой землей. Случаи имеют тематический характер. То есть, в принципе, такие есть водители? Такие водители есть, да. Не у всех удается остановить, но пока никто не тонул на этой переправе. В Коми-Республике весна выдалась очень теплая, а ранее, так в частности, по реке Печора уже выход воды на поверхность льда имеет место быть. Температуры плюсовые днем до плюс 10-15 градусов на солнце. Учитывая, что она закрывается, есть большой риск провала под лед, соответственно, техники, ну и, соответственно, людей. Поэтому не стоит рисковать, прежде чем что-то делать. Конечно же, уточняйте всю информацию на официальном сайте Главного управления МЧС России. Там все это подробно расписывается. Закрытие переправы в районе Усть-Усы в первую очередь ударит по карману предпринимателей, особенно тех, кто занимается грузоперевозкой. Многие не успели перевезти в Наринмар тот или иной товар. Опытные водители признаются, в прошлые годы ледовую переправу закрывали позже, как правило, лишь в конце апреля. До 20 апреля все водители стараются выехать оттуда. Ну, край 15-го. Ну, 10-го это рано. У нас это заработок. То, что раньше закрывают, мы теряем рейс. А планы наверняка были еще до конца апреля? Да, конечно. Что касается автозимника, который соединяет два субъекта, то он продолжает функционировать. Сейчас временная трасса открыта для всех видов транспорта. Вот только дальше Усинска теперь не уехать. Олег Итанзейский, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.